Полеты не во сне, а в трубе. Две сургутские школьницы на этой неделе вернулись в Югру с серебряными медалями Кубка Урала по аэротрубному спорту. 1.14, 2.8. Спорт тоже молодой, ему всего три года, но возможность париться над потоком воздуха понравилась многим. Уже в ноябре в Сургуте пройдут первые окружные соревнования, а весной всероссийские. Спортсмены говорят, что летать в аэротрубе все равно, что сходить в горы или прыгнуть с парашюта. Драйв, адреналины и заряд эмоций в воздухе зашкаливает. Феномен свободного полета в закрытом пространстве изучала Ольга Придоха. Это самое сердце аэротрубы. Вентилятор начинает крутиться, создавая поток ветра. Дальше ветер проходит к лопаткам, которые придают ему направление. Максимальная скорость ветра, которая может быть здесь, до 300 км в час. Где-то там, сверху, метров двух от нас, кто-то сейчас преодолевает законы земного притяжения. Но прежде нужно изучить матчасть. Без особой подготовки человек просто не справится с полетом. В открытом воздухе нужно быть немного гимнастом и чуть шахматистом. То есть мыслить стратегически. В аэротрубе в первую очередь нужно себя вести спокойно максимально. Не напрягаться во время полета, не нервничать. Полетное положение выглядит лежа на животе, горизонтально. Таким образом голова смотрит вверх и небольшую форму полумесяца образует туловище. Ноги слегка согнутые в колени. Это самый простой способ полета. Любители пытаются это делать на спине или сидя. И только профессионалы пробуют парить в воздухе вниз головой. У спортсменов аэротрубного вида спорта есть даже свой язык жесток. Полеты в аэротрубе сравнительно молодой вид спорта. Корнями ведет к парашюту. И там, и там спортсменов привлекают драйв открытого падения. Что мне нравится в этом спорте, это ощущение полета. Не то чтобы невесомости, а свободы. Субботы падения и то, что ты умеешь управлять своим телом в потоке. Ты чувствуешь его на все 100%. К сургутянке Ирине Бардаковой 14 лет. На этой неделе она вернулась из Екатеринбурга, где проходил Кубок Урала по аэротрубному спорту. Вернулась не с пустыми руками, а с серебром. От золотой медали ее отделили сотые доли балла. Вместе с ней в Екатеринбург на первые в своей жизни соревнования поехала и 8-летняя Марина Шилова. Выражаясь языком спортивным, в потоке девочка всего год, но уже умеет делать сальто, ласточки, бочки и спирали. Она, кстати, так же, как и ее старшая коллега, стала второй среди уральских спортсменов. Самое сложное было сальто. Я его делала, научилась, но потом в самый нужный момент потеряла. А с парашютом прыгать хочешь? Да, мне попадалось на день рождения, такое будет. Очень сильно хочется. Я еще на это очень сильно думаю. Мы уже ездили на аэродром, местные парашютисты нас уже знают. Бывалые спортсмены говорят, что заболевший полетом однажды уже от своей мечты не откажется и обязательно пойдет дальше, в большое небо. И возраста у этой мечты нет. Три года назад аэротруба была призвана официальным видом спорта. Через пару лет во Франции на Олимпийских играх, возможно, такие спортсмены тоже представят его. Для них важна не только ловкость и сила, а еще желание и вера в чудеса. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Лебра». Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кликс